Субтитры делал DimaTorzok И беседу с Игорем Казанцевым Добрый день Да, здравствуйте, Игорь Игорь, я смотрю, в этом году у вас гораздо больше просто Значительно Просто вот за год Да, конечно, осенью было что-то на фотоярмарке, мы помним А сейчас у вас ассортимент стал значительно шире Как, собственно, вы мне обещали Что вы представляете сегодня на фотофоруме? Ну, начнем с того, что на фотоярмарке было анонсировано Но мы не представляли Это 1,4х85 Сейчас он уже вот в полном виде, скажем так И уже можно его примерить, пофотографировать Это на Canon и Nikon Соответственно, в прошлом году он был только на Canon у нас Ну, точнее, на фотоярмарке Он был только на Canon И был в единственном таком опытном экземпляре Сейчас уже планируем выпускать его серийно Ну, я думаю, что к осени это уже будет реально Вот Стоимость его будет в районе 13-15 тысяч Вот Ну, то есть примерно так же, как Helios? Примерно, да Так же, как Helios Вот Еще интересный экземпляр Это 1,2х50 Такой портретничек Вот О нем мы тоже говорили И вот, так сказать, его уже дизайн изменили Он был такого серебристого у нас цвета Я как раз об этом хотел сказать Он как будто поменьше был И был, ну, не поменьше, он долинее, наоборот, просто был Мы дизайн изменили Вот Оптическую схему, соответственно, несколько тоже поменяли Сделали его под Nikon Это был под Canon серебристый Вот Сейчас его сделали под Nikon Потому что, ну, с рабочим отрезком здесь угадать очень проблематично А как-то у тебя фрагму вынесли вперед? Да, вынесли вперед Да Фокус В кольцо Ну, это по оптической схеме, соответственно По-другому не получится У тебя фрагма прыгающая или закрывающаяся? Нет, она закрывающая Прыгалки нет здесь Вот Соответственно, 1.2 на 50 под кроп S Это у нас будет кроп обозначать Ну, в дальнейшем А, то есть это кропный объектив? Это кропный объектив, да Полнокадровый пока еще, ну, не освоили Ну, планируем тоже в дальнейшем Вот, пока только под Nikon экземпляр Ну, под Canon был Соответственно, такого же варианта мы сделаем Да, и под Canon Далее у нас идут новинки такие, как 3.5 на 8 Это такой fisheye, но такого циркулярного вида То есть получается такой, фотографируешь, как глобус такой Он полнокадровый? Вот, он полнокадровый, да Соответственно, 3.5 у него диафрагма и 8 мм фокусная 3.5 вы имеете в виду постоянную диафрагму или изменяемую? Ну, изменяемую, да И он только под Nikon у нас пока Под Canon тоже, соответственно, планируем сделать байонет Вот Здесь уже прыгалка есть То есть прыгающая диафрагма, да Далее у нас такой широкоугольничек О нем мы на фотоярмарке тоже говорили Вот, 2.8 на 20 Мы представляли там 2.8 на 28 Теперь вот 2.8 на 20 Это аналог мира, но такой более светосильный Соответственно, сейчас он под Canon у нас Планируем тоже и под Nikon сделать Ну, пока опытный такой образец Они вот изначально идут с готовыми байонетами? Они с готовыми, да, байонетами все идут То есть без переходников, да Ну, единственное, не чипованные Но фотографы и так прекрасно справляются Да нет, но многие камеры поддерживают исчитывание диафрагмы Да, и, скажем так, предфокус То есть там тоже Ну, и такой вот штатный, скажем так, старенький объективчик Решили его тоже возобновить Это Helios 44-2 на 58 Сделали его пока под Canon Ну, соответственно, планируем и под Nikon Ну, об этом объективе, я думаю, что говорить Все его знают Вот, теперь можно будет без всяких переходников Одевать как на Canon фотоаппараты, так и на Nikon Игорь, вот Игорь, вот Игорь, наконец, да Игорь, вот Игорь, вот Игорь, вот Скажем так На десерт У нас Пицваль О нем многие спрашивают Но их он удивляет Ну, соответственно, своим видом Такой золотой, как мы его называем, объектив Вот Оптическая схема у него своеобразная Соответственно, кольцо фокусировки тоже Здесь такое колесико Очень удобно, кстати, для видеосъемки То есть не нужно вот так вот крутить А здесь Получается фоллофокус Да, фоллофокус такой, да Своеобразный Диафрагмы здесь выглядят вот в таком виде Да То есть в виде пластинок Они сменные Там, ну, в зависимости, соответственно, от дырки Сколько диаграмм в комплекте? Диафрагм, по-моему, 7 вот таких вот пластинок И они, соответственно, разного, да Разное отверстие у них идет под, ну, соответствующий размер То есть 4, да, там А самая открытая какая? Самая открытая получается 2,2 2,2, да 2,2 и 16 уже закрытая дырка Ага Идет, да Вот Ну и, соответственно, что можно о нем сказать? А сколько он у вас стоит? А у нас, к сожалению, он вообще не будет продаваться Да, его делают ломографии Точнее, не продает ломографии Делаем его мы для Австрии Вот, для ломографии, да Объектив, ну, я думаю, где-то в районе 20 у них будет стоить Ну, такой вот, да 20-ти чего? Ценовой рублей 20 тысяч рублей Да, 20 тысяч рублей, если переводить на рубли Вот, схема у него похожа чем-то на Гелиус То есть, ну, там есть специфичный, да, рисунок Техокус по краям рассмытия и в центре он резко Да, да, да Ну, вот такой вот уникальный объективчик Который, к сожалению, на нашем рынке приобрести нельзя Но можно будет приобрести через внешний рынок Да, заказать из-за границы Вот Ну, на этом, пожалуй, пока все Игорь, очень радует, что на заводе «Зенит» не просто ничего не умирает А только движется вперед, наоборот Стараемся, стараемся радовать наших Честно говоря, ваши успехи действительно радуют И я желаю вам успехов как заводу и оптическому производству Российскому национальному оптическому производству Спасибо большое, Игорь Субтитры сделал DimaTorzok